Самки гепардов обычно рожают от 3 до 5 детёнышей в одном помёте. А в очень редких случаях у этих хищников может появиться на свет до 9 малышей за раз. К сожалению, в зоопарке Сан-Диего у самки гепарда в том году родился всего один детёныш. Это было тем более печально, так как в дикой природе в таком случае хищницы обычно бросают своего детёныша на произвол судьбы, так как инстинкт подсказывает им, что один малыш вряд ли сможет выжить. Именно так произошло в зоопарке Сан-Диего. Тогда находчивые сотрудники учреждения нашли для малыша по кличке Рукса другого детёныша, чтобы тот заменил ему братьев и сестёр, и, возможно, даже стал для него настоящим другом. Выбор персонала пал на 8-месячного щенка родезийского речбека по кличке Райна. Люди пришли к выводу, что обоим малышам лучше будет жить вместе, бок о бок, чтобы щенок мог поддержать брошенного детёныша гепарда в любой ситуации. Когда малыши наконец встретились, сначала они с интересом и даже подозрением обнюхивали друг друга. Однако необычная парочка очень быстро стала настоящими друзьями. При этом сотрудники зоопарка с удовольствием наблюдали, как озорные малыши резвились и весело играли друг с другом. К сожалению, вскоре обнаружилась ещё одна проблема. Передние лапы детёныша гепарда развивались совсем не так, как должны были. Ветеринары диагностировали у малыша довольно серьёзное заболевание конечностей – контурную дисплазию, при которой передние лапы животного были согнуты в противоположную сторону. Рукса не то что потерял возможность прыгать и бегать. Он вообще едва стоял на ногах, поэтому детёнышу понадобилась срочная операция. Во время операции и в послеоперационном периоде Райна не отходила от своего кошачьего друга ни на минуту, что оказало сильную поддержку для малыша, который даже не пытался снять наложенные на его лапы бинты. К счастью, лечение закончилось полным выздоровлением хищника, и парочка вновь смогла резвиться вместе. Во многом благодаря Райне Рукса теперь полностью здоров и даст фору в скорости многим представителям своего вида. Даже спустя многие месяцы, когда животные стали старше, они всё ещё оставались неразлучны. Сотрудники зоопарка искренне надеются, что эти необычные отношения и дружба со временем станут только ещё крепче. Многие посетители просто не могут поверить своим глазам, когда видят эту необычную парочку рядом. Собака и гепард словно брат с сестрой, которые связаны между собой невидимой, но очень крепкой нитью, которая появилась между ними ещё в раннем детстве. Субтитры создавал DimaTorzok